Книга «Пользовательский интерфейс», которую мы в издательстве бюро Горбунова анонсировали уже чуть ли не год назад, или я не помню, когда это было. Она окончательно доступна всем подписчикам, все главы готовы, все можно читать, смотреть. Почему-то некоторые люди ждали ее полного выхода, хотя она постепенно открывалась, начиная, кажется, с февраля. Опять же, я точно уже не помню все даты. Принцип ее выхода был такой, мы делали одну, две, три главы очередных, и когда они были полностью готовы, мы просто их открывали тем, кто уже успел подписаться. И это был такой режим предзаказа, то есть люди оплачивали подписку, но при этом срок подписки не начинал идти. То есть они к тому моменту, как мы вот сейчас запустили книгу, их оплаченные три или четыре месяца там, по-прежнему у них оставались впереди. Ну, то есть может быть не у них, а у вас, если вы один из этих людей. По моим наблюдениям, намного эффективнее, когда вы начинаете читать книгу по мере того, как она выходит, потому что если вы дожидаетесь того, как она, от того момента, как она полностью готова, вы оказываетесь в ситуации, ну, когда перед вами огромная книга, и просто найти время, чтобы ее, найти время, чтобы ее все прочитать, довольно тяжело. А если вы начинаете, ну, вы читаете ее по мере выхода, то вам намного проще. Ну, впрочем, сейчас это уже не актуально, поскольку книга вышла целиком, но вы можете иметь это в виду, подписываясь на какие-то другие наши книги. Вот, например, книга Коля Таверовского, она сейчас как раз в процессе, то есть он пишет все новые какие-то главы, и постепенно они становятся доступны. То есть я вам рекомендую тоже подписаться и читать по мере того, как главы выходят. Что я вам хочу рассказать про книгу? Ну, то есть на самом деле это очень клевая книга, то есть, естественно, я заинтересован лицом, и я, чего бы я стал иначе говорить про свою собственную книгу, но кроме шуток я совершенно не представляю, что еще можно порекомендовать, на русском языке, настолько же полезного людям, которые хотят заняться дизайном интерфейса. Возможно, я просто не в курсе, и если вы в курсе, вы можете мне написать где-нибудь в комментариях или в письме о том, какая книга на ваш взгляд более полезна или более важна для дизайнера интерфейса, ну, кто читает на русском языке. Вот, на мой взгляд, просто ничего более классного и полезного нет, ну, а кроме того, если вы еще не столкнулись с нашими книгами, то просто вас ждет много всяких радостей, связанных с интерфейсом самой книги, поскольку вместо того, чтобы просто делать электронную книгу, как делали все до этого, публикуя в каком-то электронном виде то, что могло бы быть бумажной книгой, мы делаем совсем другого уровня штуки, то есть в наших книгах мы используем то, что они электронные, на полную катушку. Вы скролите книгу, и по мере того, как вы ее скролите, у вас что-то меняется, то есть, например, в тексте идет речь о каком-то интерфейсе, о том, как его можно улучшить, и прямо по мере того, как текст рассказывает о том, как его улучшить, с другой стороны от этого текста этот интерфейс на ваших глазах улучшается, и вы, соответственно, понимаете, как то, что написано в тексте, связано с тем, что показано рядом. Ну, или есть какие-то интерактивные развороты. Например, я очень люблю разворот про закон Пицца, где мы показываем, собственно, как работает эффект бесконечного размера углов. То есть, там прямо в книге вы можете наводить на углы некоего прямоугольника и обнаруживать, что в них очень легко попасть. Ну, или в главе про навигацию у нас есть прикольная демонстрация того, насколько человеку сложно перемещаться по иерархии. И это, конечно, не значит, что никогда нельзя использовать иерархию, но это просто помогает понять, какие сложности она вызывает. Подписывайтесь не только на колокольчик, но и на книгу, и ваши интерфейсы будут мягкими и шелковистыми, если, конечно, вы будете внимательны ее читать и следовать тем рекомендациям и принципам, о которых в ней идет речь. И рекомендуйте ее друзьям, вашим коллегам, кто тоже занимается интерфейсом, потому что, ну, реально, мне кажется, что ничего более полезного нет. И если вы считаете, что я ошибаюсь, расскажите мне, в чем же я ошибаюсь. Вот, всех целую.